Второй матч и Хоумкин против IG Vitality. Ну что ж, смотрим. Слардар, Джаггернаут, Леон. На сегодняшний раз такое решение. Все-таки завершая первый матч. После условия по первой игре надо отметить. Ну, в первую очередь, то, что не было никакого контрпика к Бэтрайдеру. Второе. Очень сильно была расфижена Спектрам. Даже не то, чтобы расфижена. Там Юна... Просто у него пошло все хорошо с самого начала. Вроде как была агрессивная раскачка от Moonlight на 3С1. Но, тем не менее, Юна свое вынес. Хороший тайминг на диффуза 16 минута. И, соответственно, вот этот ласт пик Омника. Но кто-нибудь почувствовал Омника в предыдущей игре? Кто-нибудь вообще видел этого героя? Да, герой прекрасный. Герой, к сожалению, которого мы видим очень редко на про-сцене. Последние времена последние патчи. Но он не заехал вообще ни разу. Там даже была проблема не в том... Проблем не в Омнике, а проблема в целом. В пике у Ихон Кин не было синергии. То есть мы видели с вами не раз, когда оставилась хорошая хрансфера от Moonlight. Но ДПС туда не было. То есть весь ДПС, который мог был быть от Феникса. Феникс, соответственно, выдавал с Андреем. Но, опять-таки, ДП в Хрона такой себе урон наносит. Раньше, что с формы, экзорцизм. Но, опять-таки, экзорцизм это периодический урон. А нужен какой-то бурст дэмэдж, да? Какие-то прокасты, какой-нибудь там инвокер. Ну, полно всякой грязи можно набрать на хрансферу. Сларк. Сларк, у которого также был Shadow Blade с Алибарда. Ой, Алибарда. Сабля. Тоже ничего толкового нам, к сожалению, не показал. Ну, Айджи Витальти, в свою очередь, показали очень-очень хорошую игру. Ну, что ж, игра вторая. И у Айджи Витальти также очень интересный пик. Берут они себе Лайстилера на позицию Майнкэрри. ДП будет у них в миде на сей раз. И стоять он будет против инвокера. И я так понимаю, Джигранд легкий, Слардар отправиться сложно. Ну, и, соответственно, Леончик и нужно для Ихункин героя на позицию второго саппорта. Что ж, по последнему бану остается коллективом. Так, давайте я вам сразу скажу, после этой встречи мы с вами отправляемся дальше и будем смотреть игру Айджи на сервисне Витальти. Основной состав. Играть они будут также против и Хоум, но уже и Хоум Люминус. Люминус. Да, именно так. И, кстати, игра это будет вот здесь написано 13 подсет. Сейчас я точно уточню, потому что у нас, по идее, игры-то должны идти друг за другом. Два часа. Да, все правильно. Все правильно. Игра должна начаться в два часа дня по Москве и Киеву. Соответственно, ну, сколько у нас прошлой катка длилась? Почти 40 минут. Соответственно, если и это так же пройдет, то там будет у нас пауза где-то на 20-25. Рекламно-музыкальная, после которой мы уже обрываемся. Ну, и так же, после уже IG против Ихоум Люминус мы отправляемся на игру Braveheart. Также против Ихоум уже основного состава. В общем, у нас сегодня такой день Ихоум на канале Dota2.ruхаб2. Ну, и так же напоминаю, что смотрите матчи на первом канале. Там так же транслируются игры Китая. Так же обязательно не забывайте, что сегодня последний день есть салон Франкфурта. Финальные игры. Смотрите их. Ну, и так же параллельно идут трансляции на Азубу. Там так же проходит Китай в рамках Наньянга. Завтра, кстати говоря, Наньянга будет очень много. Весь день один Наньянг. Ну, что ж, Свен подъехал на Last Pick для IG Виталити. У них очень много физухи. Ну, сами посмотрите. Это Life Stealer, это IDP, это и Свенчик. Ну и что ж, Ихон Кин, чем будете отвечать? То, что здесь Свен будет на Last Pick, это просто капитал очевидность, разумеется. Сейчас самое главное не зафейлить с Last Pick'ом, как это было в прошлой игре, это был Omni Night. А, кстати говоря, вот сюда Omni заходит действительно достаточно неплохо. Ну, решаем взять Ancient Operation, и разумный, логичный пик. Все-таки и Life Stealer там, Армлетом не поиграть, и ДП будет страдать, самое главное. Подхил от Вич Доктора будет нивелировать, но Вич Доктор универсальный герой, он может пойти просто в агрессивную, через кассочки Маледикт, и также все будет смотреться вполне неплохо. Разумеется, Dog Fights, я так понимаю, будет у нас отыгрывать на Earth Spirit, и это, скорее всего, как раз-таки та самая игра будет, сейчас это IG Vitality, где Earth Spirit уйдет в сложную, получит себе левел 3-4, Инжелай отправится в лес, как вот вчера Виталики отыгрывали у нас игры в начале дня. Ну ладно, поехали по составу команд, начнем опять с Ихоу Кин, Мулайт, на сей раз на селедке, Джаггернаут, это у нас китайские символы, китайские буковки, GDH играет на Леоне, Смайлик на Инвокере, Inchoperation также очень интересный никнейм имеет, и кого-то еще и не назвал, да вроде всех назвал, да вроде никого не упустил. Ну что ж, и IG Vitality, в свою очередь супер, это у нас Вич доктор Юна будет отыгрывать на СВене, OP, Death Profit, Догфайт, разумеется, на Earth Spirit, ну и In July на Lifestealer, или Double Double пойдут. В принципе, Lifestealer вместе с Earth Spirit могут, наверное, что-то придумать интересное на верхней линии, здесь просто все будет зависеть от того, как расставят, расставят эти линии, потому что, если все-таки Хоумкинг сюда придет триплой, то они эту дабло агрессивно прогонят, это точно. Врейв на Джиггернаута, пришлось здесь Джаги прожать крутилочку, а у нас тем временем внизу, выход, Юна, Свен забирает баунти руну, прекрасные касочки, и это минус баунти, разумеется, для Ихоумкин, и также баунти руну ДП поднимает на топе, айда начало, айда хорошо, для Виталити, ну и смотрим основку по линиям, в миде ДП Ирспирит против Инвокера и Апорейшн, пока такое начало, врыв, на Инвокера, Инвокер квасовый, здесь уже Леон, и ошибается, Ирспирита, Ирспирита можно убивать, Инвокер на два удара, докфайт, докфайт, есть, Весблат, забирает Лэншт Апорейшн, но ДП здесь уже ничего не угрожает, вовремя сюда перетянулся, GDH помог своим пацанам. На нижней линии стоит Мулайт, как в предыдущей игре, Даблы, но на сей раз Даблы здесь гораздо жуще, все-таки два контроля, Вич Доктор, и скорее всего Супер будет отыгрывать через Малендик, но я думаю, вряд ли он будет максить как раз-таки хил, не особо надо, хотя кто его знает. Ну и, соответственно, на верхней линии стоит один Инжулай, такой классический у нас офлайн Лайфстиллер в патче 86, 87. Ну, кстати, тяжеловато, но ему в перспективе будет, если все-таки его там хорошенько зацепит ли он, и Инжулай уже будет предварительно размятый, посмотри, как его здесь агрессивно звонит, прям, не под Т2 забежали Дайер. Ой, это насмешечка пошла. Не знаю, если вот в Доте и есть хоть какой-нибудь до лор, ну, по мнению ребят из Валфа он, конечно, есть. Некоторые сеты именно поэтому и не принимаются, что в качестве в разрез идет с идеей лора Дотой. Так вот, мне кажется, как раз-таки на тему лора Доты вот эта насмешка у Леона, ну, вообще ни разу ни разу сюда не подходит. Самая, конечно, эпичная топовая насмешка это Тайтхантера. Там, да, там хорошо, красиво смотрится, но здесь, не знаю, на вкус и цвет. Как говорится, инвокер тем временем засуицидился, не попадает Докпайс у нас с Ролленболдером в Леон, ну, кстати говоря, попадет, там бы Леон бы умирал, сто процентов. Ну, и инвокер возвращается на центральную линию. Тем временем Мула здесь активно погонял Супера, у Мунлайт Левел Второй, остается у него еще один Тангус, есть Манка, но не, я так понимаю, будет его выходить в Бутсов, хотел сказать, Бутсов Тревел, Транквилы, конечно же. Свенчик, что Юна, будет ли рашить он себе Доминатор, и, да, да, появляется у него Хелм Фаренвилл, ну, и сразу Мунлайт должен сказать своим саппортом, ребята, готовься варды, время банить стаки. Для Свена скоро будет, в миде у нас Дэдпропит, 4 левел, 18 на 1 против инвокера, 3 на 1. Ребята, помогите этому парню, ему что-то очень тяжело, мало того, что он по левелу проседает, так он и по крипам очень сильно встает, нужны, конечно, активные действия от саппорта в таком случае, ну, и все-таки здесь есть, что показать, Леон, Санхекс, честно говоря, мне очень не нравится то, что как раз таки на просцене будет в китайском регионе, да и в Европе, в принципе, везде, Леона стали наигрывать в роли Бэби Ситра, хотя герой, который является геймченджером, ну, так точно. Ну, сейчас разбивает Смог, два саппорта и Холкин, куда отправиться, пока еще не решили, все-таки решает центр, все-таки решается пойти в центр, Death Profit, левел 4, 355 эмэса, ну, и прям нагло будет выходить в лицо, да, Вокер, Тарнадо, ЕМП, Леон, попадает в Станном, Камень от Эболы, ну, и подкрепа пришла вовремя. Тем временем, конечно, немножко дали продохнуть Инжулай, он желал 4,5, неплохо он себя чувствует против Джиггернаута, один на один, разумеется, но самое главное, Инвокеру помогли, Инвокер сейчас себе апнет пятый, ну, было вообще действительно все шикарно, если Инвокеру бы фраг достался, тогда бы да, все то, что он потерял на линии все эти крипов, он бы немножечко восстановил, ох, как отыгрывает Догфайт, и Инвокер нужно уходить в Гост, эх, а там, там подъехали досты, Инвокер должен умирать, под сифоном, Инвокер, фэйрифайр, да, минус Инвокер, ну, что здесь можно сказать, саппорты пришли, помогли, Инвокер сказал спасибо, расслабил булки и склеился, вот так вот легко и просто, и в очередной раз отмечаем лучшую сторону Эверспирита, Догфайт, как в предыдущей игре, продолжает наводить движок, на все раз Леон сопорщина на нижней линии, касочки, стан от Юна достаточно такой интересный, и Юна сейчас будут цеплять Юна, под Варкраем, Варкрай закончился, Юна замерз, Юна умирает, ну, что ж, вот он Леон, как вам Леон в качестве бэбиситера, и как вам Леон в качестве героя, который издавна, издавна, во все времена доты, бегал по карте, с сапогом, с останным хексом, и заставлял просто в панике, дорожать всю вражескую команду, конечно, ему, ну, вот это действительно игра этого героя, бегать, передвигаться, не получилось зацепить здесь, супер, Юна возвращается на нижнюю линию, и у нас, тем временем, сейчас появляются очередные руны, инвокер уже контролирует, по-моему, внизу, вообще инвокеру, в принципе, не свойственно, играть от руны, с другой стороны, если смайлик, сейчас здесь половишь, что-нибудь интересное, там всего лишь баунти, проблема у супера, здесь уже докфайт, супер кассочки напоследок, супер под баркрайм, супер все-таки выживает, GDH пытался здесь на ластычике как-то сыграть, что-то придумать, подходит инвокер, но инвокера нету руны, вот именно на это и был расчет, мидер команды, Yohong King, сказал, ребята, вы там оттуда не уходите, сейчас я схожу на низ, гейп мне, выдаст, какую-нибудь инвиз, либо же хасту, или может быть, даже дабл дэмэдж, и я приду с ними быстренько разберусь, ничего подобного, ну и обратите внимание, долгое, очень долгое время здесь лайфстилер стоит против джиггернаута, более того, даже наглеет, так, опи ваунс, есть крутилочка, ну и лайфстилер, 26 на 4 против джиггернаута, 32 на 6, ОМГ, врыв, на инвокера, инвокер под геоматиком, замерзлок файт, торнадо, EMP, инвокер, второй сифон, инвокер, нужно переключаться на госволк, инвокер умирает, а что ж не переключился, а, у него инвок был в кд, конечно же, у него просто инвок был в кд, 3-3 становится счет, достаточно бодрую дот, мы с вами наблюдаем, действительно, это круто, что в первой игре, что в второй игре, реально кайф, и очередной смоук, первая игра у нас на смоуке, в начале вообще не блистала, все было, ну то есть, очень много было файтов, но заходили так на ноге, Юна, есть у него манга, станд, на мунлайта, мунлайт под спринтом, врыв от докфайта, заказочки, маледик, маледик, третий, ну ему лай, да ладно, выживет, ну там супер, кстати говоря, в свою очередь, мог отъехать, кстати говоря, какой здесь варкрай, там первый варкрай, замакшенный клиф, вот, кстати говоря, возможно, этот замакшенный клиф, и плохую шутку, может сыграть с Юна, ну опять-таки, на саде лейнинга, фармить он будет очень быстро, кто спорит, но инвокера не понимает, или понимает, торнадо, да, все-таки, все-таки, ДП умирает, все-таки, у инвокера, здесь все очень четко, разобрался, тем временем, лайфстиллер, мурсе, раздуплился, ну и лайфстиллер, 46 на 6, джиггернаут, и джула идет 36 на 6, ну в принципе, вот поскольку мы видим, что долгое время уже саппортов здесь не появляется на верхней линии, тем временем, в медиа очередные проблемы у инвокера, у инвокера сейчас уже будет, ну что там, 0,4,3, инвокер, под маледик там, последний тик, инвокер, умирает, да, догорел, вот он, пик аппарэйшн, а вот так вот бы не пикнули аппарэйшн, супер пошел бы в вудерестарейшн, у него не было бы третьего маледикта, и возможно, у него не было бы 1,02, но опять-таки, это все можно думать и гадать, дота, ситуативная игра, но, такое, топовые нетворцы, за Свеном, и ДП, Свен, на доминатор ПТ, будет выходить, ну разумеется, в саблю, в стаке, ему вовсе делается, ну или он же сам делает, стоит центряк, то есть все, у Айджи Виталити отыгрывается очень четко, выход, на ДП, ДП минус, ДП, да ладно, ОП, отхиливается на сифоне, боже, не попадает в стану, боже, он под аппарэйм, ну казалось бы, там же были полные гайки, для мидера команды Айджи Виталити, как же он, живет, ну и даблкил еще там забирает, супер, 7-4, обалдеть, понимание того, что у Свена, так же все хорошо, да, сейчас бы ГДС на Савухов прожать, хер, ну что ж, смотрим на графики, 5000 преимущества за Айджи Виталити, по экспириенсу, так же 5К, если в прошлой игре, у нас хоть Айджи Виталити ввели, но там к 16 минуте было около 2, и 3000 было все, в достаточно таком подвешенном состоянии, то здесь, ну как-то пока очень тяжеловато идет для Ихон Кин, то есть мы смотрим на Инвокера, здесь 0-5-3, здесь, посмотрите, здесь же фейзов нету за 11 минут, что там по Джаггернауту, Джаггернауту, это был 8, но сейчас хотят реализовать умни слэш, и Джаггерам, возможно, даже, надо было раньше, как-то подключаться в игру, потому что у нас все 10 минут прошли, хоть карта-то большая, но все эти 10 минут прошли в основном на центре, но уже минус тавара, есть Уихон Кин, и Айджи Виталити перетягивается на верхнюю линию, пошел Айз Лас от Оперейшена, задеваешь Лейфом Догфайта, полетели касочки, и это минус Оперейшен, да, фраг достается ДП, более того, Оперейшен-то еще был стрик, ну и подпуш, разумеется, без экзорцизма, здесь Упин, Жулай и Брогфайт с вышкой быстро расправиться, в свою очередь пытаются здесь, как-то Ихом, забрать Тауэр внизу, и, как мы видим, с крутой него успешно, да, или фортивикация отсутствует, мы подобром становимся 2-1, прожимается скан, такой скан, Капитан Очевидность, а фармит ли Свен на Эншентах, конечно же фармит, где ему еще быть, Торнадо ЕМП на Свен, здесь же Мулайдж Даш, ну и Юна умирает, он под аплепаем, нет, на нем Варкрая, но все равно, как его долго бьют, Свен приобретает себе саблю, ДП выходит, вышел уже Вейл, ДПшечка, Радиент, ДПшечка, товарищ Вич Доктор, Магдата Айс, разумеется, все это под Вейлом, Ultimate Operation, IG Виталити, IG Виталити закидывает, это уже минус 3, трипл килл для Джиггернаута, и уже у Инжелая, проблемы, Инжелая под аплепаем, приходит Свен, Свен, пошел фокус по Джиггернауту, Джаггер уходит из замеса, Юна поражал ГДС, байбэк от Догфайтса, Догфайтс может ли кого-то зацепить, не попадая, но сейчас тут наконец-таки попал камнем по Джаггеру, Джаггер минус, но хоть какой-то положительный момент в этом замесе берут для себя IG Виталити, потеряли они троих, ну а сами забирают двух коров, у Ихоу, но опять-таки там был байбэк от Вер Спирита, на 13 минуте от саппорта, это ничего страшного, вообще, Блинк Даггер подъехал для Сладарчика, вот это конечно очень круто, 14 минута, да и в такой игре Блинк, Транквилы, ну онлайн, как я отмечал ранее, в первой игре действительно смотрится неплохо в этом коллективе, то есть все время показывает стабильно хороший уровень, что в предыдущей игре к нему по большому счету претензий нету, и хрансфером ставил действительно хорошее, но никакого фолла толкового не было, ну что будет реализовать как-то Блинк на Сладаре, Леон также есть Фингер, что по инвокеру здесь ничего, в Ашпе, пока у нас на Рошане Джи Виталий забирают его через Экзорцизм, ну и Ультимейт Аппарэйшн, по идее успевают, конечно, у Рошана еще 4К ХП, инвокер, есть Торнадо, хорошо, ох, Монлайн, как же он ворвался сразу под стан Рошана, минус Вич Доктор, стан от Юна, по двоим, прекрасный камень, он Докфайт, уже минус 2, ты Хоумкин, здесь Лайфстиллер, проблема у Докфайса, Докфайс, ребята, не на том вы концентрируете внимание, Дайвер, спирита, вы, может быть, убьете, Докфайт, Докфайт минус, но там, тем не менее, ОП и Юна, разбирается с Рошаном, это ЕС для Дэвпропетт и Джиггернаут, Джиггернаут, У-и-Ра-ид, забирает его Инжулай, а ведь все вполне неплохо, сделали и Хоумкин, но и не самым худшим образом отыграли в этом моменте Айджи Виталити, минус 3 у Дайер, минус 2 у Рэддиант, ну и самое главное, Рошана ЕС для ДП, Дэвпропетт у нас приобретает стафф, ну и что это у нас будет, как и в предыдущей игре, Роза Фатос, пока непонятник, но не будем забывать, что там у Айнштапа Рэйшна есть Мидасик, и если игра затянется, то в скором времени мы увидим Аганим, Лайфтиллер у нас выходит в Рэддиант, и Джулай, подамплифаем, он сейчас так вздрогнул, блин, а если не успею купить, надо сейчас быстрее там в дизульку это выходить, саблю, ну похоже на то, действительно, это будет Рэддиант на Лайфтиллере, и Джулай у нас большую часть времени будет сидеть как раз-таки где-то возможно драконов, големов, но опять-таки, если он пойдет через Радик, а там тем временем подъезжает уже второй Блинк Даггер для Ихоуна, серос на Леоне, 16 минута, неплохо, и вот в два Блинк Даггера вот эти вот ребята могут хорошую китайскую доту показать. Врейв, на ОП, попытка была, конечно, выбить Аегис, и возможно получится, Догфайтс, под полдснэпом, ЕМП, Эмплифай, на нем, Догфайтс, ставит Магнетайз, и вполне неплохо, и выживает, собственно говоря. Вообще здесь малыми ресурсами пытались Ихоуну как-то забрать вражеских героев, почти получилось, но нет, но не получилось. Нет, разумеется, это будет Юлл Септер, есть Винлейс, Дэд Пропит. Так вот, по поводу родов Атоса, раз уж я заговорил, просто в предыдущих лет у нас Дэд Пропитс, как раз-таки этот Атос собрала, собрала непонятно зачем, но на нем играл-то не упить, на нем играл Смайлик из Ихоу. Утимейт-аппарат она топ. Он неплохо, пошел он не слэш, и он не слэш на крепцов. Инжулай, 4 800, что он хочет прикупить? Рейден с Райт Кликом, приобретайте рецепт, да? Да, это рецепт. на Райт. Я думаю, Яхом, конечно, должны понимать, что 18 минут, у Гуля этот билд вообще ничего не меняется, Гуля не умирает, 2 0 1, соответственно, где бабки? Куда ты делал бабки? Дайя не умирает. Дайя, подборщина, он подавширен, он не уезжает, он не умирает, он не уйдет, но он не умирает. 10 тысяч но несмотря на это их он к ним достаточно уверенно себя идут очередная попытка забрать инжуа на сей раз точно и вот возможно если была сильно как раз таки начинал сборку через сака это он бы сейчас бы успел бы закупиться на рецепт но да невозможно точно успел бы но так ну рейдинс то в этой игре будет это понятно но немножечко попозже я по рейшн обратите внимание сейчас у нас пока выход на джиггернаута джиггернаутик закончился да да два саппорта с ним быстренько разобрались так вот обратите внимание на опарейшн на который еще совсем недавно имел хэнд оф миндос имеет уже понт бустер и ogre club а это значит что ну со вторым ультимейтом и там уже когда подъедет аганимчик проблемы у айджи виталити будут ну просто будет здоров нравится лично мне вот такие вот витч доктора агрессивные через замашенные разумеется кассочки и моледикт прям дэмэджа очень очень много будет выходить у нас супер уже вышел в эфир лэнс мог конечно сыграть очень жадно пойти также в аганим не было 2000 на руках но вот решил взять линдзу дело его как говорится ну а там тем временем вот в такой игре конечно зачарованный крипс доминатора очень много импакта вносит пока идут передвижения по карте золотой запас купится докфайт находит лиона это еще кто кого нашел и докфайт должен умирать есть текст по таймингу а продолжение продолжение нет урона просто не хватило онлайту не повезло на баше ну и что айджи виталити ну и что айджи виталити забирают тавр еще глиф фортификейшн ультимейт аппарата куда мне в принципе игра выровнялась кроме одного у инвокера ничего нету но посмотрите мокер имеет на творце четвертое с конца и только вот только в хэнд оф миндос выходит смайлик именно с пониманием этого айджи виталит заходит на хайграунд конечно там все-таки а лайсиллер в древнем гранитном галиме среднец и что ты будешь с ним делать прейв на юна юна есть бкб юна замерз юна без маны у тиммейт аппарата точно попадает мулайт у свэмп смотри как он все-таки толстый пришел сюда еще и джиггернаут джиггернаут как пришел так его сразу назад и отправили джаггер 50 секунд таверни тавр теряется ну и на этом у нас все-таки айджи виталити отойдут они все-таки последнее время показывают такую сайловую доту да дальше давить не будут и там экзорцизм закончился так-то можно и перебыковать но опять таки вот встает вопрос что делать с этим древним крипом нужно конечно с лордару каким-то образом 16 поднять вы посмотрите насколько он жадный он даже не стал вылезать из голема чтобы поднять баунти руну хотя ну придется все же там голема обновлять надо понимать что под амплифай дэмэджем он разваливается быстро просто взял и добил сейчас бы какой-нибудь саппорт посмотрел на это все дело и с горечью всплакнул он то конечно у него проблем нет он свое нафармит у него рейденц можно даже просто стоять не бить крипов они сами ему деньги принесут да зажрался как говорится джулай ну что и будут ли его сейчас наказывать здесь есть джиггернаут хотел себе перетягиваться мулайт но как-то на большой круг пошел мулайт в рейв на дукфайт мулайт в рейв на не точно хотел тундухать все таки за дело обратить внимание ну что попытка номер два у леона есть фингер ох уж этот лайфстиллер здесь есть новые големчики если что и может быть есть смысл как раз и обновить в прошлом замесе достаточно такое непонятное бкб был от юна сейчас он инвестирует субин локер и локер все это дело задоджил заход на рампу на сей раз должен быть успешным тавра отсутствует глиф ратификейшн отсутствует но и центр отдают и хонкин без боя понимаешь что там слишком грязно юна прожимает бкб пошел фокус по леону леон порубили бедного парня ну и отходит 23 минута минус центр здравствуйте нравится мне конечно вот такие вот моменты когда вот если мы посмотрим на вижу над команды хом они сейчас отыгрывают вторым номером у них стоит вот 1 вард 2 вард 3 вард а игра то и здесь даже не проходят они свои рампы то боятся выйти ну вот но то есть им нужно как-то пусть сейчас что-ли замесы принимать и инициировать там конечно нет экзорцизма и не могу что-то придумать но у них камнем предсказания как раз таки является инвокер то есть у инвокера еще недавно он был четвертый с конца появится хэд оф минус и уже в середине таблицы на 5 мизера у них нету они играют в четвером и какого-то толкового геймчейнджер также у них нету то есть будьте как в прошлой игре войд и они могли под этот трансфер там одного от боиха попытаться убить здесь такого нету здесь все таки селедку селедки да окей все круто здесь есть блинка и у леона есть блинк но в таком пике против айджи виталити это маловато прожимается скан а вот собственно и тот кто там был должны видеть юна да по вижену свенчик здесь проходит ну что успеет ли есть хекс есть имплифайд юна прожимает бкб ну и здесь уже на развороте варкрай гдс мулайт порубили ну и ontic отсюда раст emerging есть не получилось не получилось а все потому что дали стаун не по таймингу на свен и своем успел прожать бкб и знаете что возможно это даже лучше что не успел с тан дайocks там не по таймингу потому что им Irish hawley and how to the мир все равно что успел прожать бкб на луха п и И там бы уже сделан минус 3, поскольку Earth Spirit вовремя подоспел. Ну что ты будешь делать с этим с Веном? У него 18 тысяч нетворс, у мейнкэрри команды Ихоум кинут. Жигернал-то 10 тысяч. Все-таки не будем еще забывать про лайфстилера со сложной линии, у которого все в порядке с головой. 15 левел, здесь Рейденс и Владмир. И как его убивать, так же история умалчивает. Ну и штампорейшн. Да, у аппарата сейчас появится Агоним. Ну а зарешает ли он? Непонятно. Пока Агоним просто MVP в своей команде. 5-1-4 и нетворс у него, как у инвокера. Пока все для Ихоум кинут тяжеловато. Напоминаю, что после этой встречи мы с вами будем смотреть игру сейчас скажу какую. IG против Ихоум Лиминас. То есть у нас сегодня прям такая битва клубов. То IG Vitality против Ихоум кинут, сейчас будет просто IG против Ихоум Лиминас. Ну и так же мы сегодняшний день завершаем опять-таки просмотром за Ихоум на сей раз. Основной коллектив будет играть. Ну и будем так же за ними следить. А Сэвенчик тем временем подбирает Аегис. Здесь даже что Аегис, что нет Аегиса. Как убивать этого Сэвена под Блэкин Баром непонятно. Третий Блинк Даггер подъехал в команду для Ихоум Кин. На сей раз у Джиггернаута. Ну и к дарцизм, а Дэд Пропет. Заходим на хайграунд. Очень удобно с таким вот лайфстилером, который сидит в крипе, просто бежит наперед. Инжу Лай дает вижен. Ну и вот эти вот Блинк Даггеры, которые есть у Леона и Слардара, они просто... Их нету. Все сбивается Радик. Хочется Джидиашу ворваться, но приходит забегать на ноге. Не получилось инсцировать на ОП. Минус Леон. Леон без байбек. Омни Слэш Анджаггерна. Этого, я так понимаю, было последнее, что можно было предложить за Месси от Ихоум Кин. Против Айджи Виталити. Они теряют вторую сторону. Гуле даже не пришлось раздупляться из Голема. Он просто так бегает на АФК. Его все устраивает. Он даже сейчас на фонтан забежит. Просто как к себе домой. Юна. Минус Инвокер. Минус Джаггерна просто на раз-два. Ну и Джаггер. ГГ. Да, легкая игра. Вторая игра для Айджи Виталити оказалась очень легкой. Интересно было смотреть первые где-то минут 10. Очень активная игра была в центре. Очень много мув. И в итоге победителем из этой 10-минутной... 10-минут начала в этой карточке вышли Айджи Виталити.